Роснефть отказалась от ВНХК. Роснефть отказалась от ВНХК. НПЗ в Приморье признан нерентабельным. Коммерсант от 13 мая 2019 года, 1856. Роснефть спустя 10 лет официально объявила об отказе от проекта ВНХК в Приморье, признав его нерентабельным. Формально Роснефть связала закрытие проекта с изменением налогового законодательства, налоговым маневром, повысившим нагрузку на нефтепереработку. Однако и в прежних налоговых условиях, говорили собеседники твердый знак, рентабельность этого НПЗ стоимостью около 800 миллиардов рублей была под сомнением. Теперь компания концентрируется на росте добычи и снижении долга, который за первый квартал сократился на 12,5% в рублевом выражении, до 3,8% ТРЛН рубль. Проект Восточной нефтехимической компании НПЗ рядом с портом находка мощностью 12 миллионов тонн нефти в рамках первой очереди, исключен из инвестиционных планов Роснефть из-за нерентабельности, заявил первый вице-президент компании Павел Федоров в ходе конференц-скала по итогам отчетности по МСФО за первый квартал. Инвестиции в проект, который Роснефть пыталась реализовать с 2009 года, оценивались примерно в 800 миллиардах рублей. По словам топ-менеджера, проект стал невыгодным из-за начатого с этого года налогового маневра, который подразумевает существенный рост налоговой нагрузки на нефтепереработку. Почему Роснефть не устраивает субсидии? Хороший пример – проект ВНХК, который, как мы знаем, был рентабелен в рамках существовавшей налоговой системы. Сегодня из-за реализации большого налогового маневра он не является рентабельным и как таковой был снят, исключен из инвестиционной программы компании, заявил он. Тем самым Роснефть впервые официально признала отмену проекта, о неясных перспективах которого в отрасли говорили уже несколько лет. В отчетности за первый квартал Роснефть также сообщила, что осуществление нарыночных методов регулирования внутреннего рынка нефтепродуктов в условиях налогового маневра привело к признанию компания обесценения активов сегмента переработка, коммерция и логистика в первом квартале 2019 года в размере 80 миллиардов рублей, что негативно отразилось на чистой прибыли за отчетный период. Речь идет о замораживании цен на нефтепродукты на внутреннем рынке по требованию правительства. При этом в целом компания в первом квартале увеличила чистую прибыль на 67%, до 121 миллиарда рублей, в основном за счет курсовых разниц и роста цен на нефть. Выручка увеличилась на 20,6%, до 2,07 ТРЛН рубль. Эбиде вырос на 42,3%, до 548 миллиардов рублей. Свободный денежный поток возрос на 38,7%, до 197 миллиардов рублей. Рост последнего показателя отчасти объясняется тем, что капзатраты компании несколько сократились в годовом выражении, на 4%, до 214 миллиардов рублей. В этом году Роснефть собирается вложить 1,2 ТРЛН рубль. Но Павел Федоров отметил, что капзатраты могут увеличиться до 1,3 ТРЛН рубль. На предыдущем конференц-колли топ-менеджмент компании увязывал это с возможной отменой сделки ОПЕК плюс по сокращению добычи в середине года. В таком случае Роснефть не будет откладывать ввод некоторых своих новых месторождений. Долг Роснефти в первом квартале сократился на 12,5%, до 3,8 ТРЛН рубль. 59,5 миллиарда долларов, и компания собирается во втором квартале сократить его еще не менее чем на 2 миллиарда долларов. При этом крупные предоплаты за поставки нефти, выданные Венесуэле и Курдистану, постепенно погашаются. Так, за квартал размер долга Венесуэлы сократился с 2,3 миллиарда долларов до 1,8 миллиарда долларов, а Курдистана – с 3 миллиарда долларов до 1,4 миллиарда долларов. По словам вице-президента Роснефти по переработке и трейдингу Диди Касимера, поставки венесуэльской нефти не подпадают под санкции США и Роснефть получила на эти операции разрешение Госдепартамента. «Использование венесуэльской нефти было разрешено, потому что венесуэльская нефть, которую мы поставляем на заводы в Индию, происходит из предоплатных контрактов Роснефти, и поэтому Госдепт дал на это разрешение», – сказал топ-менеджер Юрий Барсуков. Роснефть наметила рекордный рост добычи. Роснефть, которая на фоне роста цен на нефть в 2018 году смогла увеличить чистый денежный поток в 4,6 раза. А чистую прибыль, вдвое, планирует в 2019 году крайне амбициозно наращивать добычу на 3-4,5%, до 237 миллионов тонн. Но это возможно, только если сделку ОПЕК плюс по ограничению добычи не продлят на второе полугодие. В случае сохранения сделки Роснефть хочет получить от правительства что-то взамен. Читать далее.